А вот на автодорогах Республики началась работа по нанесению разметки. В соответствии с действующим контрактом в Чувашии эту работу выполняют две специализированные организации. Как идут работы на дороге Вятка узнавала наша съемочная группа. Вот так техника с необычным названием марки «Шмель» наносит на дорогу ориентиры для водителей. Краска из ресивера попадает на дорожное полотно безвоздушным способом, под высоким давлением. Сверху добавляется свето-возвратный слой из микростекло-шариков. Предварительно на заводе их обрабатывают специальным веществом для сцепления с краской. Высыхает за 10 минут, поэтому проезжающие автомобили могут не бояться запачкать резину. На сегодняшний день выполнены работы, в том числе по нанесению осевой линии, по нанесению краевых линий, по нанесению разметки на пешеходных переходах на протяжении 836 километров. Сейчас наносят три типа разметки. Разметка безвоздушным методом с помощью красочных материалов, разметка холодным пластиковым компонентом и горячим пластиком. Конечно, основным требованием является срок ее эксплуатации. Выбирается способ нанесения. То есть, если устраивает срок от 3 до 12 месяцев, наносится разметка краской. Холодный пластик позволяет эксплуатировать его в течение до двух лет, горячий пластик более. Но работа с пластиком более трудоемкая и дорогая, и требуется только в исключительных случаях. Например, там, где большая интенсивность движения. К нанесению краски есть свои требования. Минимальная температура воздуха должна быть выше 15 градусов. Влажность не более 85%. Поверхность предварительно очищена. Расход краски при таких условиях составляет 600 грамм на квадратный метр. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.